Всем доброе утро. Милана сама залезла на машину. Вот теперь смотрю. Хочу как будто влазить. У Дамира тоже есть такая же белая машина. Сейчас её не ставить некуда. Да, Миланчик, бух. Упадёшь. Ой-ой, аккуратненько. Мама научила. Ой, как это весело. А это же Миланин пупсик. А ты зачем забрал? Отдай Милане. Дай Милане пупсика, дай. Миланочка, возьми. Пупсика. Дай, дай Милане пупсика. Дамир. Ах, взял, выбросил его. Уеден. Дамочка на разовой машине. Дамочка на разовой машине. Уеден. Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро, я приготовила омлет, будет только Денис есть, здесь у нас мясо, поставил говядину, ты тоже? Я же спрашиваю, тут будет омлет, в холодильнике только один будет, и атлетки деткам. А мы собрались и поедем в амбулаторию, да? В амбулаторию поедем! Субтитры сделал DimaTorzok Привет сосед, вот этот домик, а здесь вот, руку можно пожать, пройти, ну вот, чтобы вы понимали. Метр даже меньше, да? Метр. Ну, так себе. Рушан говорит, я бы не взял. Заезда под машину нету. Да, это вот опять надо здесь сливать, колоть, перекладываться. А эти деревья спиливать надо будет. Вот так вот здесь. Вот. Только фасад, да, у них, я смотрю, или это там не их дальше? Нет, нет. А, это вот заканчивается, ага. Там крыша единственная, плюс поменена. Я бы поняла, на сарае крыша поменена тоже? Там дальше? Нет? Там одна скатка в ту сторону, поэтому непонятно. Угу. Кабачок обязательно добавлю, но я сейчас буду его ставить в пароварку готовить. Картошку замочила с картошечкой. Вот супчик. А на вечер хочу пюре с котлетками. Но пюре тоже я делаю на бульоне. На мясном. Вот. Ну, я варю, короче, картошку в мясном бульоне. Вот такие дела. А сейчас буду нарезать. Это кабачок мама давала. Мы-то не выращивали свои. В этом году не успела немного. Ну, и у нас места все видели. Мы сейчас не знаем, куда что втыкать. Поэтому у нас пока стройка, пока неопределенность такая небольшая. Катрина с Денисом продолжают искать дом. Короче, мы сейчас такой дом весь смотрели. Это просто караул. Это, получается, такая комната. Заходишь, она с двумя дверьми. Не дверь, а такие проемы. Раз проем, и с той стороны два проем. И ты с коридора, или, я не знаю, с прихожей, у них такая длинная, типа, ты заходишь в эту комнату, где нет дверей. С этой стороны стоит унитаз, с этой стороны стоит ванная, и проходишь проем, где нет дверей. И такая комнатушечка, кухонька маленькая. Мы с Катриной передвинулись. Как так? Проход на кухню через туалет. Нет. Это, конечно, не очень интересно. И за дом такой просят, там, три комнаты. Одна проходная большая, как зал, и две такие небольшие спаленки. Огород запущен полностью, там все в траве. Все запущено, нет плодовых деревьев. Только соседский орех огромный свисает на территорию. Я вот, кстати, вам показывала немножко этот двор, где привет сосед. Вот этот домик. Мы смотрели. И это 5 миллионов. 5 миллионов. 10 соток там получается. Сколько квадратов дома, даже не скажу. Мне кажется, до 100. Квадратов, наверное, 70. Такой небольшой. Там единственный плюс. Там крыша перекрыта нормально. Более-менее, это крыша. А так, я скажу, цены заоблачные. Я просто в шоке, как нам повезло с домом. Я к маме звоню, говорю, мамуль, говорю, я сейчас вам кое-что скажу. Говорю, пляшите, танцуйте, говорю, руками, дергайте ногами. Говорю, топайте, говорю. Потому что вам так повезло с домом. Серьезно, маме очень повезло с домом. Что недорого мама взяла еще в центре станицы, где рядом у мамы и сад, и школа, и Сбербанк, и почта. Чтобы заплатить там коммуналку, что там, там все рядом. И магазины, пятерка, все в пешей доступности. Даже мама спокойно ходит и на рынок, и в пятерочку ходит, и все оплачивает. Все в пешей доступности. Очень удобно. Так что, мамуль, говорю, вам очень повезло. Очень. Я даже сейчас не скажу. А, миллион четыреста пятьдесят мы брали мамин дом. Да? Или миллион двести пятьдесят? Блин, вот не помню. Ну, что-то, короче, недорого. Недорого. Хотя такие цены стояли. Мы смотрели, тоже же ездили по Павловской и по Атаманской. Цены тоже хорошие были. Ну, там тоже было много работы. Хотя кто такой вот, ну, не то, что непридирчивый. У меня мама непридирчивая. Просто у мамы была возможность сделать новый ремонт там, да? Ну, и Рушан, как говорится, мне контент нужен. Давайте будем делать ремонт. Мы, как говорится, Рушан на этом зарабатывал. Этим же помогал маме, короче. Вот такие дела. У нас здесь все зарастает. Какие-то бутылки там валяются. Надо тоже тут пойти все тут прибрать немножко. Хотя бы траву убрать пока. Вот. Хотели сегодня в Краснодар поехать. Съездили, забрали до мира анализы. И у нас не получается сейчас по возможности, если честно. Вот. Надо и кушать приготовить. И ребятам я вижу, как тяжело дом найти. Катрина переживает очень сильно. Ну, может, завтра поедем. Пока туда-сюда, пока туда-сюда. И время уже у нас. Вот дети легли спать. У нас час почти. А уже ехать поздно. Два часа дорога у нас туда. Ладно, буду пока кушать, готовить. Пока ребята ищут дом, я варю гороховый суп. Лера чай пьет. Я все никак не могу чай попить. Я написала, что ты очень красивая девочка. Кто тебе написал? У меня в комментариях. У меня в комментариях? Правильно. А если что-то тебе там плохое пишут, ты это не слушай. Ты всегда знаешь, что ты очень... Мне нужно посылать какой-то в дик. В кого? Во что? Ты просто всегда знаешь, что ты хорошая и красивая. Но при этом не балуйся. Но-но-но. Да, Лера немножко это... Поджарилась на солнышке, как говорится. Ладно, буду нарезать. Сейчас сюда буду воду заливать. Вот долго через эту штуку заливаю воду. И потом буду уже кабачок раскладывать. У меня уже заканчиваются помидоры, перец. Это все последние. Последние помидоры. И последний перец. Это здесь, в доме. Там у мамы есть. В варях наших готовлю для нее супчик. Картошечка, капусточка. Потом мясо еще сюда добавлю. И кабачок, который уже готов. Морковь. Морковь закончилась. Моркови тоже, кстати, нет. Вот так вот. Вот так вот. Получился суп. Горосовый. Они грязные. Пришли, короче, подарки. Подарки приехали. Да, Мир? Да, есть Ноно. Есть Му-Му. Это, скорее всего, Милана. Это Лизюшка. Она будет изучать. А мы думали, Милана будет куколкой игрой. А мы собрались. Поедем. Дом, смотрите. Потом к бабуле опять поедем. У Косте надо мясо забрать, овощи забрать. Лиза тут хулиганец не надо. Феточка меру просто. Не правда. Ляля. Ох, солнышко светит хорошенько. Это Ляля. Ляля тебя любит, Милаш. Давай нажмем на пузико, Ляля. Ляля плачет. Пожалей, Ляля. Хороший. Хороший. Куда едем? На улицу. Не говори, на какую улицу. Мы едем дома смотреть. А точно. Да, ребята хотят, чтобы мы тоже посмотрели. Наше мнение тоже им интересно. Там тоже надо все проверить. Котел в случае чего. Ау, ау. Он на меня обиделся. Он сам целовался, обнимался. Он лезет ко мне, он так облокачивает, кажется на меня. Убирает такой, все. Будьте здоровы, будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Бывайте по 5 раз, а бывает по 10 раз чихает. И мне понравилось, как сейчас Арушан с Денисом разговаривает, а Дамир там типа попал бы. Да, 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 да. И он аж на носочки поднялся. Аж бедный весь бордовый стал. Так напрекся, что аж так кричал он папу. Это вообще, мы чуть не оглохли. Так что весело, весело. А там еще народ есть? А сколько соток? Да, и сколько соток там? Кладбище. Реша, поехали. С кладбищем. Ну да. Ну-ка, с выходом на кладбище. Ну там это, а ты никому не попадаешь. Ну типа что-то далеко было. А, ну да, в принципе, прямо на огород кладбище начинает. Ну да, с другой стороны, вот когда встала, одиноко, попросилось тебе поговорить. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, да мы будьте скорость не встал. Блин, ну-ка. Да, мы сейчас рассмотрим два хозяина. Вот тот, который я говорил, где базарник, где синий крючок. Ну, много лет. Ладно, вот здесь не продается. А здесь участок продается. Участок. Вот здесь дома два хозяина. И, кстати, сделан дом, ну не этот, который смотрели сейчас, как мы сделали, а МК панелями полдома. У соседей получается. Участок. Нет, ты видел, какой там туалет? Блин, там я худая, не помещусь. Нет, мне больше всего понравился выход. Огород уходит к речке, огород уходит к кладбище. Мы сразу начали фантазировать, шли с мамой, как Вера здесь будет свой этот подростковый возраст проводить. Вера годка будет в школу каждому своему ненавистнику венки приносить. Все, хватит ерунду болтать. Поболтали уже, все. Ужас. А что, вайде такое, Лера? Прикалывается, когда, допустим, там? Не сяду. Знаешь, где я живу? Если ты мне сейчас двойку поставишь, я тебе венок к двери принесу. Нет, оно не так делается. Не так? Посмотрели еще один дом. Здесь вот оно, тут оно. Хороший домик, кстати. Но уже есть клиенты. Покупатель, да. Кто там, Лер? Лера! Она не слышит, Лера. Кто там звонит? Где? Аль? Алло. А вы пакет не взяли? Нет. Не взяли. Да. Проходите. Разуваться, да, мам? Разуваться здесь? Не надо. Зачем? Анна. Не взяли. Я не взяли. Зачем, я не взяли. А это что такое? От чего ушел? Балки мы брали на окна. Сюда на окна? Сюда на окна? Да, сюда же на окна короче брали. На большом, в ту комнату, да? Наверное, это что-то диапазническое садение. Аккуратно, аккуратно. О, надо это, ребрыши взять, по-моему, плохо приготовлю. тебе надо просто здесь заковыряться где папа такие куриные говядину на ребра давай на суп бери немножко лера лера это мясо нельзя так это грех продуктами так обращаться так говядину на суп хватит? да хватит одного я тебе сам не надо будешь меня, Дивит? нет завядину на холодильник так, где-то он здесь иди ко мне, давай иди ко мне, давай иди ко мне, пойдем Бил, бил все-таки пошел, да? Сынок, Лер, где-нибудь тяжело? Нет. Только смотри, Лер, держи его, так ты сейчас держишь, так держи, хорошо? По мясу все, да? Да, давай, я здесь сейчас посмотрю это. О, мы так устали эти дома, смотрите, выбирать. У меня аж это головокружение какое-то. Это, по-моему, мамина морковь, потому что я так морковь не морожу. Это, ой, блин, не будет такими контейнерами, конечно, помидорки. Да, ставить некуда, да? Ну да. Держи. Вот они, на, положи туда. Нам уже пора морозилку размораживать. Смотри, у нас тут что-то с тобой творится. Это тоже берем. О, это тоже берем. Помидорки. Что-то формовые пойдут, да? Да. Пока они пойдут, эти все уйдут. Я бы сельс зафаршировала, но у нас нет этого, да? Да, этого нет. Что-то не самого. Э, Паша. Давай, держи. Давай, может, придумай фарш, там индейцев забьете. Ну да, что-то, если я за что-то вот. Да. Бежком у него. Так, укроп есть у меня еще? Так, мама, можно пойду, посмотрю вашу морозилку? Что вам достать? Здравствуйте, Николай Николаевич. Мамоль, что вам достать? Курицу, говядину на суп? Ничего не надо. Ты мне тогда же давала вот перед Пасхой два куска говядины? Я мякоть-то обрезала, а косточки разделила и вот супчик варила. Можно я зайду в дом, посмотрю морозилку? Нет, нельзя. Мама. Нет, нельзя. Я вас знаю, блин. У меня там есть. Конечно, а? Я не знаю, что индюшки ваши. Конечно. Я все проверю. Ой, я создала это для пасхой. Мама. Потому что... Потому что по-другому у нас никак в семье, а с мамой. Нужно все проверить. О, все пусто, все пусто, все пусто. Здесь мясо немного. Ой, пакет раскрылся. Ножка куриная. Покорочка. Говядина. Пойду за говядиной сюда. А здесь есть место, куда положить. Есть. Надо взять. Мясо с говядиной возьму на кости. Но у нас мякоти нету, не осталось. Я когда могу свидаться, в первую очередь, все самое вкусное. Так, кусочек говядинки. Кусочек говядинки. И я так, знаете, разбирала, кто помнит, с нами давно, я брала, допустим, кусочек, ну, кость и кусочек мякоти. Так, очень удобно. Вот я сегодня варила суп с говядиной. У меня тоже вот получается кость, на кости мясо, да, и еще кусок мякоти отдельный. Очень удобно. Очень удобно. Мы их переодеваем, все, боже мой, какие они маленькие были. Все, мы дома. У нас в манер такой бардак. Чего только нет. А дай маме костюмчик, Миланочкин. Сыночек, дай маме. Костюмчик дай, Миланочкин. Кофточку, кофточку дай. Дай маме кофточку Миланину. Не, не поймешь. Мама сама залезет. Заберю. Дай маме. Вот это вот мы сегодня переодевались, собирались. Быстро, быстро, да? И убежали. Мама должна забрать салфетки. Оба. И пеленку. Все, остальное все ваше. Миланочкин, она пришла на подушечку, легла спать. Ой, на один сон переходит сложно. Миланочкин. Ой, какая классно. Ну? По подушечке нельзя ходить, доча. На подушечку надо ложиться головкой. Доча. Так, ладно, у меня здесь уборки еще. Посуду надо помыть. Ну вот. Это надо расставить на место. Это все помыть. Там все убрать. И все подобное. Да? Она у нас все пытается открыть двери. Потому что мы сюда заходим, двери открываем. Мы сами дома ниже пешком идем. Это качелью не могут поделить. До свидания. Три раза ты проиграла. Нет, мы сюда надо. Я сюда надо целую ехать. Отлично. Продолжение следует...